Привет! В преддверии 8 марта Международного Женского Дня мы, творческие люди, а также все, кто понимает ценность подарка, созданного своими руками, создаем или ищем чужие идеи по созданию открытки, оформляя их собственным образом, для того, чтобы поздравить своих близких наилучшим образом, созданием чего-то своими руками. На этом мастер-классе я предлагаю вам познакомиться с найденным мною способом изготовления довольно интересной развертываемой открытки. На самом деле она довольно легка в исполнении, хоть и кажется довольно комплексной. Эту открытку можно бесконечно перелистывать по кругу. Она состоит из четырех листов и вы можете дополнять их своими декорациями. Именно эта открытка рассчитана на насыщение развертываемыми элементами, но также могут появиться довольно неожиданные дизайнерские и технические решения. Вы можете внедрять свои собственные детали. Допустим, цветок, который нравится вашему близкому, или записать, как на письме, стихотворение. Приступим! Из инструментов нам понадобится линейка, ножницы, клей ПВА, резак или канцелярский нож, и досточка для резки соответственно. Клеевой пистолет, декорации, ленточки, бусинки. Также для открытки нам понадобится бумага для скраббукинга плотностью 190 грамм на метр, желательно архитектурных орнаментов. Также я использовала пластиковый трафарет, он понадобится нам, чтобы создать имитацию окна. И рисовая бумага. Она лучше всего подходит для декорации плотной бумаги, так как сама по себе очень тонкая и хорошо клеится. Я взяла много цветочных узоров, а также узор, подходящий по тематике всемирного женского дня. Из бумаги для скраббукинга, во-первых, мы вырежем квадрат размером 11 на 11 сантиметров. Его разделим так, чтобы у нас было 3 деления по 2,5 сантиметра и 1 в 1 сантиметр. Далее нам понадобится 4 листа размерами 10 на 11 сантиметров и детальки размером 5 сантиметров на 1 сантиметр с двумя квадратными делениями по бокам для крепления к листу и двумя основными делениями, чтобы насытить открытку объемными деталями. Для декора страниц нам понадобится 4 прямоугольника 6,5 сантиметров на 10 сантиметров из рисовой бумаги. И их эквиваленту по 4 на 10 сантиметров. Три штуки. Также это детальки, вырезанные из рисовой бумаги, но обязательно на твердой подложке. Для этого мы нашу деталь приклеим на обычную плотную бумагу и аккуратно ее вырежем. Получим различные тематические детали. Ну и конечно же заранее подготовленный трафарет 6,5 сантиметров на 10 сантиметров. И одну декоративную деталь, напоминающую письмо. Для ее создания мы вырежем длинную полоску из бумаги и загнем краешки с внешней стороны. Для начала нам понадобится создать основу открытки. Для этого нам понадобится квадрат 11 на 11 сантиметров, который мы разделили на 3 деления по 2,5 сантиметров и одно деление в 1 сантиметр, которое мы также превратим в кармашек для склеивания, обрезав краешки всего на пару миллиметров. Складываем наш квадрат по данным делениям, образуя из этой фигуры прямоугольный параллелепипед. Склеиваем и очень плотно прижимаем, так как данная бумага довольно плотная и плохо поддается подобным обработкам. Прогинаем каждую сторону. Далее мы займемся страницами нашей открытки. Для этого нам понадобятся наши прямоугольники размерами 10 на 11 сантиметров. Для начала займемся первой страницей, страницей с окном. Ранее на досточке с помощью резака я вырезала силуэт ставней. Довольно простой, соединенный буквально в паре мест сверху и снизу каждой из ставень, чтобы они легко складывались. Также на обратной стороне я приклеила детальки из ленты, которая применяется в создании объемных композиций. Вот как она выглядит и как она работает. Возьмем наш трафарет и аккуратно устанавливаем его за ставнями, так чтобы он располагался по центру нашего листа. Проверяем ставни, так чтобы они не цеплялись за трафарет. Далее мы установим нашу страницу. Для этого приклеим ее левой стороной к основе открытки. Также убедимся в плотной проклейке материала. Остальные страницы мы приклеим аналогичным образом. К каждой стороне основы слева. Разворачивая открытку, не бойтесь менять положение основы. Единственное, что не должно загибаться в этом случае, это страницы. Старательно проклеиваем каждую страницу. И еще раз проверяем. Прижимаем со всех сторон. Займемся декоративным оформлением нашей открытки. Для начала нам понадобится рисовая бумага. Рекомендую использовать сегменты из одинаковых сюжетов. Наиболее контрастную деталь я приклеила за окном, чтобы придать ему значение. Обратите внимание, как хорошо приклеивается рисовая бумага. Однако, в местах, где она соприкасается с клеем, она темнеет. Рекомендуется также использовать более широкие детали на более широких частях страниц. И те, что поуже, на меньших соответственно. Однако, в данном случае, я решила поменять их местами, чтобы освободить место на более большой части страницы. И для последней страницы нам понадобился лишь один сегмент рисовой бумаги, так как второй сегмент не вошел бы из-за окна. Проверяем мобильность открытки. Развернув его, вы можете написать во внутренней стороне свои пожелания, адресата и от кого ваша открытка. Заворачиваем ее так, чтобы согнутые краешки находились внутри. Наносим клей так, чтобы он успел схватиться на крайнее деление письма. И для красивого крепления приклеим ленту, будто бы она развязана и держит наше письмо. Для этого приклеим галочкой на середину ленточки. Приклеим письмо, а также вложим второй край ленты созданный нами кармашек из похожей бумаги для скрабугинга. Здесь похоже на фоновые бумаги. Даем высохнуть таким образом, чтобы у нас оставалось место внутри кармашка. И вкладываем конец ленты. Таким образом, развернув бумажку, вы можете написать все, что вам нужно. Аккуратно сворачиваем ее обратно. И закрепляем концом ленточки. Переходим на следующую страницу. Займемся разворачиваемыми элементами. Прогинаем наименьшие сегменты так, чтобы получилось 4 деления. Напоминаю, два крайних деления для того, чтобы приклеить нашу деталь к открытке, к левой и правой ее стороне. И одно деление побольше, и одно поменьше. То, что больше, должно прилегать к большей стороне открытки. То, что меньше, соответственно, к меньшей. Мы также обязаны убедиться, что деталь, которую мы приклеиваем, должна быть не больше ширины нашего сегмента. В этом случае страница не закроется как нужно, а также декорация помнется. Так что мы меняем нашу декорацию на меньшую. Для тех декораций, для которых невозможно будет приклеиться на уже подготовленные нами полоски, можно будет вырезать полосы подлиннее. Все отлично подходит, поэтому склеиваем. По возможности прижимаем с обеих сторон. Я в своем случае использовала резак. Проверяем функционирование развертываемого элемента. И переходим к следующей странице. Для той декорации, что оказалось гораздо больше запланированного, я все же решила использовать более длинную полоску. Таким же образом делю ее на 4 сегмента. Два из них для приклеивания. И еще на два разного размера. При этом больший сегмент обязательно должен оказаться на стороне большей страницы. Плотно проклеиваем. И устанавливаем деталь так, чтобы, опять же, она не выходила за рамки ширины полоски. Ее можно также вращать, для того, чтобы добиться такого эффекта. Проверяем целостность и главную функцию. А также, чтобы деталь не цеплялась заставни или окно. Переходим к следующему элементу. Для него, опять же, подходит уже подготовленный крепящий сегмент. Переходим к следующему элементу. Даем как следует приклеиться и высохнуть. И переходим к прочим декорациям. Мой выбор полной ленты, как можно уже, чтобы не создавать слишком большого объема для открытки. Я использовала совсем коротенький кусочек, чтобы связать из него бантик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И вот здесь уже пригодился клеевой пистолет. Пока что поставим его на разогрев и приступим к подготовке остальных бумажных деталей. Примеряем их и устанавливаем с помощью клея. Как можно лучше прижимаем, так как бумага плотная. Некоторые детали, которые являются больше, чем сама страница, мы можем сложить пополам и разнести на две страницы. Например, на этих двух страницах было достаточно пусто, так что я приняла решение распределить деталь именно на них. Опять же сначала примеряем, загибаем без клея. И чтобы сохранить изюминку объема, я снова решила использовать объемную клейкую ленту. Сначала приклеиваем их на деталь, чтобы не промахнуться. Начинаем с одной стороны и потом устанавливаем вторую. Делаем это как можно туже, чтобы страница не сильно выделялась. Продолжение следует... Закончим оформление окна. Ранее у нас уже остались объемные клейкие элементы, поэтому мы можем замаскировать эти кусочки новыми цветочными элементами. Возможно, снова с помощью переноса детали. Рисовая бумага очень помогает в данной ситуации, так как является довольно легкой и не навевает слишком большой громоздкости для нашей открытки. К этому времени наш клеевой пистолет уже нагрелся. И завершаем открытку мы с помощью установки бантика. Пожалуйста, помните о технике безопасности работы с клеевым пистолетом. С ним можно очень легко обжечься. Проверяем целостность и функционал открытки. Обратите внимание, что если сложить открытку вдвое, и с одной из сторон будет выделяться выгибающийся элемент, с другой стороны, с противоположной, это правило будет сохраняться. Большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что достаточно понятно разъяснила алгоритм выполнения данной открытки. И уверена, что у вас обязательно получится воплотить свои творческие идеи в данной технике без каких-либо затруднений. Пока!